Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, наше служение праздничное подходит своему концу. И желаю моего сердца также продолжить мысли, которые братья уже высказывали, поделиться еще одной мыслью. И вы знаете, вот эта притча о сеятеле, такая знакомая для нас, притча, которая проповедуется в Церкви, проповедуется на руках в воскресной школе, настолько имеет глубокие истины, содержит в себе. Притча, которая раскрывает и показывает суть человеческого сердца, что представляет собой сердца людей. Притча, которую Иисус Христос провозгласил пред всеми людьми, отдал объяснение, единственная притча, которую Он объяснил, смысл ее объяснил только Своим ученикам и объяснил наедине. И в этом есть определенная причина и обстоятельства, почему Христос сделал это. Он произнес следующие слова, что «Вам дано знать тайны Царства Божьего». Христос хорошо знал, что ученики, которые понесут благую весть, они столкнутся со многими проблемами, обстоятельствами, препятствиями, непониманием, неприятием слова, не встретятся с этим грубыми, черствыми сердцами. Поэтому Христос хотел их наставить, поддержать. В этой притче, братья и сестры, когда мы внимательно читаем, мы находим четыре слова, четыре таких фактора очень важных, которые прослеживаются на протяжении всей притчи. Это сеятель, это семя, это почва и это плод. Четыре важных составляющих, на которых базируются, содержатся вот эти все истины, которые изложены в этой притче. Сеятель. Настолько важно от работы сеятеля, братья и сестры. Если сеятель не выйдет на свою работу, не взойдут сходы, не будет урожая, не будет жатвы, не будет хлеба. Братья и сестры, если в земной жизни работа сеятеля так важна, скажите, важна ли в духовной жизни, когда речь идет о спасении человеческой души? Поэтому сеятель слово сеет. Благословенный Господь Иисус Христос, когда Он вышел, Он трудился три с половиной года, передал свое служение своим апостолам. Апостолы продолжали служение, передали ее дальше. Братья и сестры, мы видим, что и сегодня сеятель продолжает свою работу. Семя. Обратили внимание, с какой щедростью сеятель сеет семя. Кто-то назвал бы расточительностью. Для чего разбрасывать кругом? Тем более, что зная судьбу этого семени, что произойдет с этими семенами. Кто бы назвал неразумно, нужно было более экономно подойти, может быть, найти только добрую почву и туда положить это семя. Братья и сестры, сколько семян упало напрасно. Сколько семян было задушено бурьяном. Сколько семян оказалось без корня. И только одно выросло на доброй почве. Возникает вопрос, для чего? Братья и сестры, будем помнить, что он хозяин этих семян. Ему дано право сеять. Потому что Бог знает. Бог знает, что одно маленькое семя может изменить судьбу человека, его вечную участь. Братья и сестры, если просмотреть историю церкви, историю сегодняшнего времени, последнего времени, братья и сестры, сколько семян Слова Божьего продолжает, продолжает сеяться. Через проповеди, через интернет, через журналы, книги, Слово, проповеди, различными форматами сегодня сеется, сеется и сеется. Вот такой щедрый сейтель, потому что он знает, что сила есть в этого семени. Бог знает, что если это семя упадет, оно принесет. Бог говорит в Своем Слове, «Я бодрствую над Словом Моим, и оно не возвращается ко мне тщетным, то есть напрасным, но исполняет то, для чего я его посылаю». Нам неизвестно конечный результат любого семени – почва. Мы сегодня уже увидели, услышали, братья говорили, как много значит от состояния почвы, куда упадет маленькое драгоценное семя. Четыре различные виды почвы, четыре различные состояния человеческого сердца, ума, характера, мировоззрения, отношения к Богу. Мы уже видели сегодня, настолько трагично была первого семени, которое упало при дороге. Когда я внимательно исследовал, читал трех евангелистов, и всю эту притчу, я рассмышлял и думал, «Господи, хотя бы там хоть немного, оказалось бы, клочок земли, куда упало бы семя, произросло». Нет. Но там есть глубокая истина, предупреждающая нас, братья и сестры. Христос показал, там есть особый сторож, который стережет возле этой дороги. Христос сказал, когда услышит человек слово, он не забыл его, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их, чтобы не спаслись. Дорогой друг, дорогой слушатель, который слышит слово, мы ответственны за слово, которое сегодня сеется. Даже верующие люди, имеющие опыт духовной жизни, спасенные, друзья мои, когда мы слышим слово, знайте, что дьявол может его похитить от нас, чтобы мы не росли духовно, что мы остались духовными младенцами, карликами. Будьте внимательны к слову, когда мы его слышим. Слушатели каменистой почвы, истина произросла. Но произросла по той причине, братья и сестры, что там была не только каменистая почва. Обратите внимание, Христос сам дает объяснение. Он говорит, оно быстро взошло, но не имело в себе корня. В этом суть, в этом причина, в этом трагедии этого сердца не было корня, не укоренилось, не пустило свои корни к водам, не питалось с источника жизни, не был соединен с лозой. Это веточка, друзья, это очень важно. Судьба третьего семени также казалась трагичная, потому что сколько было проблем. Суета, богатство, работа, отсутствие времени и многие-многие другие обстоятельства, братья и сестры, оно заглушило это семя и не дало плода. Из четырех видов почв только одна почва оказалась плодоносной. Итак, перед нами четвертая почва. И нам с вами, братья и сестры, предстоит выяснить очень важный вопрос. Откуда эта почва оказалась доброй? Итак, я читаю два стиха. Первый стих Евангелия Марка, четвертая глава, восьмой стих, где Христос говорит, и иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И в двадцатом стихе Христос дает объяснение, подчеркивая единственная притча и всех произнесенных притч, где Христос сам дает объяснение этой притчи. Двадцатый стих. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слышают, слушают Слово и принимают и приносят плод. Один в тридцать, другой шестьдесят, иной во сто крат. Братья и сестры, так сеятель, это Господь, дальше он передал служение апостолам, апостолы передали учителям, проповедующим, все, кто провозглашает сегодня Евангелие. Семя, благая весть Евангелия, почва, это реальные, братья и сестры, конкретные люди, которые живут вокруг нас, может быть, в нашей церкви, которые будут еще жить на этой земле. Как Христос сказал, это те, которые слушают Слово. Если мы внимательно не только прочитаем, но и глубоко проанализируем все три притчи, все трех евангелистов, которые передают эту притчу, мы придем к определенным результатам. Позвольте кратко поделиться. Во-первых, как мы же сегодня отмечали, сейтель, отношение сейтеля ко всем одинаково. Он не выбирает, он неизбирательно ложит семя. Он щедрый сеятель, он Слово сеет, даже знает конечный результат и судьбу своего семени. Он не избирает и не делит людей на хороших, плохих, он Слово сеет. Но, как мы уже отмечали сегодня, братья и сестры, проблема не в семени, не в семени, а в почве. Проблема не в семени, а в почве, как только семя соприкасается с почвой. Сразу же начинаются проблемы. Там придорожная земля, твердая, невспаханная, необработанная, там каменистая земля, там растут тернии, и результат у всех один, не приносит плода. Братья и сестры, меня не удивляет, что все три почвы оказались плохими. Меня удивляет, откуда земля хорошая взялась. Кто позаботился, чтобы эту хорошую землю обработать, вспахать, убрать камни, убрать тернии, приготовить ее, чтобы семя оказалось не напрасным. Ведь согласно Нового Завета, братья и сестры, Священное Писание, Библия хорошо нас учит, правильно учит, все согрешили, все лишены славы Божией. Нет ничего, братья и сестры, в наших сердцах, в нас самих, по природе, по происхождению от Адама, ничего доброго нету. Даже намека, даже надежды нету. Все до одного, как Писание говорит, негодно. Наше сердце, подобно этой земле, но каменистое, твердое. Более того, Писание говорит, мы мертвые по грехам и преступлениям. Кто же взрыхлил почву? Кто же приготовил? Кто же позаботился о нас с вами? Я нахожу ответ Священном Писании. Послание Ефесина, 2 глава. Пожалуйста, давайте посмотрим внимательно. 4-5 стих. Павел провозглашает с большой радостью, с торжеством, после того, когда он дал определение человеку, нашему состоянию природному, он провозглашает Бог, братья и сестры, вот ответ, вот ответ, тот земледелец, тот добрый виноградарь, тот добрый садовник, который позаботился, чтобы у вас и у меня и всякого приходящего Господу оказалась земля добрая. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом. С благодатью вы спасены, говорит апостол Павел. Вот что сделал Бог в вашей и моей жизни. Это не наши старания, это не наши заслуги. И для того, чтобы мы не сомневались в этом, чтобы никто не возразил, он провозглашает эту же истину снова в 8 стихе 2 главы, подчеркивает, послушайте, благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Братья сестры, вот ответ. Кто этот, кто позаботился? Пророк Ветхом Завете, Пророк Езекииль уподавляет наше сердце колючее, как тернии, сердце каменистое. Обратите внимание, что он говорит, что Бог сделает с ним. 36 глава, 26 стих, книга пророка Езекииля, Бог пророчески говорит, и дам вам сердце какое новое, и дух новый дам вам, возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Это очень важная библейская истина, на которой мы должны стоять. вот откуда происходит добрая почва. И когда мы встречаем в Писании, братья-сестры, обращение к Богу, множество примеров. Мы должны понимать, братья-сестры, что это благодать. Закхей, все, кто были в Новом Завете, грешники, апостол Павел Саввел. Многих кого Христос спасал, спасал исключительно по благодатию, потому что неправедников Христос пришел призвать к покаянию, но грешников. Над сердцем нашей Дианочки Господь трудился, работал, изменял, касался, приготовил эту добрую почву. Это благодать делает в жизни. Христос подобен доброму садовнику или виноградарю из притчи о бесплодной смоковнице. Помните, сруби ее, зачем она и место занимает, пришел хозяин. А садовник просит, господин, оставь еще на год. Почему? Я хочу предпринять в отношении ее что-то особенного. Пока я окопаю ее, я обложу навозом, не принесет ли плода благодатью мы спасены. Мы сегодня говорим о почве нашего сердца и возникает еще один очень важный вопрос. Если в этом сложном, трудном спасении, спасении души человека, участие самого человека, если в спасении человека участие самого человека, об этой теме очень сложной, серьезной, будем говорить в наших собраниях чуть позже, о падении человека, о его восстановлении, как Господь делает, совершает свое спасение. Но сегодня буквально несколько слов, братья и сестры, я тоже обратил внимание на одну особенность. Когда Христос говорил о трех почвах, первых три, он обращал внимание на то, что люди услышали слово. Услышали слово. Но евангелист Марк подчеркивает очень по-другому. Он говорит, он слушает слово. Вы заметили разницу? Я что-то услышал сегодня, что будет дождь. Вы тоже слышали. Мы что-то услышали, что произошло где-то. Братья и сестры, когда мы налегке, поверхностно, просто, знаете, по пути, где-то, что-то в машине, по дороге, мы что-то услышали, это не будет большого результата, можем быстро забыть. но когда мы садимся и когда мы слушаем внимательно, результат будет другой. И вот евангелист подчеркивает, обратите внимание на очень важные вещи. Второй, двадцатый стих мы сегодня обращали внимание, посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и этого недостаточно и принимают. слушают слово и принимают. Вот драгоценная истина, братья и сестры, они не просто услышали, они слушают это слово. Сердце под воздействием Духа Святого, под воздействием благодати Божией, которая освобождает от власти греха, освобождает волю человека, потому что он плененный грешник и принимает. Бог никого насильно, братья и сестры, он хочет отдачи, хочет от души, чтобы сделать шаг и принимает. Это очень важно, поэтому апостол Иаков пишет в своем послании в 1 главе 21 стих, посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вот призыв. Когда вы услышите это слово, Иаков говорит, примите. Для того, чтобы быть спасенным, братья и сестры, нужно не просто услышать, знать, нужно принять дар. Принять дар можно принять, а можно и отвергнуть. Евангелист Лука особо подчеркивает слова Иисуса Христа о четвертой почве. Говорит так, 8 глава, 15 стих, Луки, это те, которые, услышав слово, обратите внимание, глубже раскрывают, он дальше идет, хранят его. Это слово не просто они услышали, они слушают слово, они принимают слово, они хранят это слово в чистом и добром сердце и приносят плод в терпении. Братья и сестры, вот так работает Божья благодать, вот так Бог спасает людей, Бог делает своей стороны огромную работу, но он никогда не заставит человека, никогда насильно не может его спасти. Говорит, когда услышите глаз Сына Божьего, не ожесточите сердец ваших, примите скротостью слово, которое способно, могущее спасти ваши души. Какой же результат спасенного человека, братья и сестры, я был просто потрясен. Вы знаете, что Христос ожидает от спасенных людей ни поверхностного христианства, ни религиозности, ни традиционности, Бог ожидает реального плода, и мы с вами в ответственности, братья и сестры, за это. Человек несет ответственность пред Богом за слово, которое Бог положит в этом добром и чистом сердце. И Христос говорит, приносят плод. Они не просто посещают, они не просто приходят, они не просто рассматривают или дают свою оценку, как собрание пришло, они приносят плод в 30, 60, 100. Евангелист Лука наоборот говорит, в 100, 60 и 30, а Матфей говорит, 100 кратно. Вы скажете, что это? Очень короткий пример из Ветхого Завета. Иван Бытие, 26 глава, 12 стих. В земле, где жил Исаак, был голод, и он пошел к Авимелеху, царю Филисимскому. был голод, и он вынужден пойти к Филисимскому царю. И обратите внимание, что делал Исаак. И сеял Исаак в земле той. И трудился, братья и сестры, посев этот труд. Рано вставал, посеял, обрабатывал, сорняки убирал, камни убирал. Трудился Исаак в земле той и получил тот год ячменя во сколько крат. Во сто крат. Знаете, почему? Так благословил его Господь. Иаков Исаак трудился, сеял, обрабатывал, поливал, переживал. И Господь, видя его труд и усилия, голод был на земле, обратите внимание, а Господь его благословил его труд. Братья и сестры, всякая душа, обращенная Христом, будет приносить плод. Будет приносить плод. Плод Духа, плод в жизни своей, плод добрых дел, в церкви. Почему? Тогда, когда мы трудимся, прилагаем старания, когда мы переживаем за дело Божие, пусть это самое маленькое, пусть это будет класс воскресной школы, пусть это будет место в хору, пусть это будет скрипочка, на которой играю, пусть это будет музыкальный инструмент, пусть это будет проповедь, пусть это будет миссионерская поездка, пусть это мое посвящение, молитве Господу, я молюсь, это мой труд. Знаете, почему? Так благословил его Господь. В духовном мире тоже есть закон сения и жатвы. И последняя мысль. Апостол Павел в послании Коринфян во втором послании, 9 глава, 6 стих говорит этот закон. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Дорогая церковь, братья и сестры, сегодня Господь подарил нам особый день, день жатвы, день благодарения Господу. Сегодня мы рассмотрели с вами кратко притчу о четырех видах сердца нашего, о судьбе семени. Будем помнить, братья и сестры, что мы спасенные по благодати, но этого недостаточно. Господь ожидает от нас плода, пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Поблагодарим Господа в молитвах. Господь. Господь, Господь,